Привет, мои хорошие, мои девочки, мои куколки! Сегодня хочу поговорить с вами о такой теме «Что говорить мужчине на первом свидании?» В принципе, все мои такие советы, вы знаете, я стараюсь их давать, чтобы они были не только для женщин, но и для мужчин. Поэтому какие-то вещи мужчины тоже, если смотрят, то могут принять для себя, о чём разговаривать с девушкой на первом свидании. Итак, если бы я собирала вас на свидание к мужчине, и вы не знаете, что говорить, что сказать, самые главные советы, которые бы я вам сказала, это спрашивайте. Больше всего спрашивайте. Открою вам большую такую тайну, что все люди на свете любят себя, любят свою персону, мы все эгоистичны, и поэтому нам всем очень нравится, когда нами интересуются, когда мы интересны, когда мы важны, когда мы нужны. Это очень важно. И если подобные вещи вы сможете людям дать, почувствовать им себя нужными, важными и интересными, поверьте, вы будете этому человеку очень интересны. Первое. Первое. Будьте скромны. То есть вы приходите в ресторан или в кафе, человек вас чем-то угощает, не будьте наглые, не заказывайте себе сразу кучу еды, там всяких напитков, и не нажирайтесь в троподан. Для того, чтобы расслабиться, там, и почувствовать себя как в своей тарелке, вы должны всё осознавать, вы должны всё видеть и оценивать мужчину. Будьте к нему внимательны, вы не сможете этого сделать, если вы будете в нетрезвом состоянии. И, может быть, мужчина вам этого не скажет, но он подумает точно, и это никому не нравится. Мало кому нравится, только если не хотят вами воспользоваться в первый же день. Значит, закажите себе чаю или, может быть, один бокал вина, не больше. Если, конечно, с одного бокала вина вас не уносят. Закажите себе лёгкий салатик или десерт. Всё. То есть это всё, что будет на ваш вечер. Обратите внимание, будет ли человек вам что-то предлагать. Обратит ли он внимание на то, что вы так вот немножечко заказали. Вы также проявите скромность. Скажите, да, я не голодна, например. Или, в общем, что-нибудь придумайте. Если мужчина, конечно, будет настаивать, что-нибудь покушайте и так далее. Если вы очень голодные, то, конечно, не стоит отказываться. Конечно, что-нибудь закажите себе покушать, если он настаивает. Но если человек вам ничего не предлагает, и сам только с вами знакомится на коротке, и не собирается ничем вас угощать, то давайте всё по минимуму сделаем. И вы как раз обратите внимание на то, что он дальше хочет, что он дальше предлагает. Это тоже очень важно. Дальше. Интересуйтесь им. Задавайте ему вопросы. Задавайте ему вопросы все. Все, что вас интересует. Если у вас что-то появилось в голове, появился какой-то вопрос, не стесняйтесь на первом свидании задать его, потому что именно на первом свидании вы показываете себя, ваш интерес к этому человеку. И вам человек тоже самое показывает. То есть если у вас какие-то сомнения закрались, или он говорит, допустим, о своих бывших каких-то отношениях. Я всегда спрашивала про бывшие отношения. Интересуйтесь про бывшие отношения. Это может как раз-таки показать вам человека, почему расстались, что его не устраивало, что это за человек. Интересуйтесь его хобби, интересуйтесь его работой. Если вы увидели, что он, допустим, работает, хорошо зарабатывает, он вам даёт это понять, похвалите его, восхитите семей. Ну ничего себе, какой-то классный, какой-то хороший. Какой-то молодец. И сейчас мужчины вот как бы, да, не все хорошо зарабатывают, не у всех есть возможности. Это хорошо, что голова так работает и так далее. Какой он умный, отметьте это. Если он проявил к вам внимательность какую-то, вы тоже можете это отметить. Можете отметить для себя. Вы можете, ну лучше, наверное, не говорите, если человек вам налил чай, лучше не говорите ему, ой, ты такой классный, ты налил чай, ты такой внимательный. Как будто вам попадаются только одни невнимательные мужчины. Лучше этого не говорить. Ну какие-то такие его качества, которые вам понравились и вы отметили для себя, о, да, которые вы считаете стоит сказать, обязательно скажите ему, поднимите самооценку мужчины. Потому что по большому счёту 99% мужчин не уверены в себе, немножко закомплексованы. Мы все, в принципе, с вами немного закомплексованы где-то, где-то не уверены. И каждому будет приятно услышать свою одессу, что-то приятное. Вот, интересуйтесь всем взаимоотношениями в семье, отношениям к детям, не знаю, хобби, его, допустим, на какую-то ситуацию, его взгляд, вот, расскажите какую-то ситуацию из своей жизни, там, да, или, например, что-нибудь, вот, да, и спросите, что он думает по этому поводу. То есть вы покажете человеку, что вам, во-первых, он интересен, вам интересно его мнение, может быть и важное мнение его, понимаете, а в дальнейшем, может быть, оно будет и нужное. И человек может вообще просто с вами общаться просто потому, что его мнение важно и нужно для вас. То есть можно также остаться, да, и друзьями. Если это действительно умный такой человек, у которого необычный взгляд на вещи, то стоит себе иметь такого человека даже в друзьях. Дальше. Я не сказала о внешности, что внешность это очень важно. Я считаю, что на первом свидании нужно одеваться, не обязательно одеваться, что вы прям там вообще супершик, блеск, да, это лучше делать. На втором свидании, когда вас мужчина приглашает действительно какое-то красивое место, интересное, достойное, то нужно одеваться, конечно же, по тому, куда вы идете. Если вас мужчина просто пригласил в кафе попить чаю, то вам нужно что-то одеть такое, что скрывает, может быть, ваши недостатки, подчеркивает ваши достоинства и быть и скромной, и в то же время интригующей девушкой, да. Обязательно должен быть легкий макияж, не нужно сильно краситься, обязательно должны быть чистые волосы, ногти, все должно быть в порядке, и одежда должна быть чистая, ну, как бы, все вы это, девочки, знаете, да. То есть не нужно ярко кричащий, что может отпугнуть, например, да, человека, не нужно каких-то ярких цветов, сумасшедших причесок, это тоже может как-то очень странно повлиять. Вы должны брать вот именно своим каким-то внутренним, и внешность должна быть спокойной. Спокойная внешность. Конечно, ну, красиво, если у вас красиво длинные ноги, оденьте юбку, допустим, покороче, да, пусть ноги будут видны, но не обязательно тогда выкатывать свою грудь, да. Если, допустим, вы одеваете брючки, то оденьте какую-то кофточку, где вы можете показать там свое декольте. Подчеркните, если, допустим, у вас чувственные пухлые губы, тоже как-то подчеркните, не красьте их красным цветом ярко, да, а каким-то блеском для губ интересным, да. Не нужно там сережки сильно громоздкие, там что-то вот аккуратное, да, волосы вот, допустим, простые. В общем, будьте такой естественной, по максимуму натуральной, интересующейся и скромной девушкой. Это, в принципе, работает безотказно, если мужчине вы понравились внешне, потому что, к сожалению или к счастью, как и мы с вами, мужчины любят глазами. И, конечно же, в первую очередь он оценивает внешность девушки. Я думаю, что они обращают внимание на то, что в дальнейшем, если это будет их девушка, как он их познакомит со своей семьей, со своими друзьями. Я думаю, эти мысли достаточно быстро пролетают. И если вы очаровали его в том смысле, что вы какая-то такая вся красивая, утончённая, он сразу, сразу эта мысль где-то пролетит, может быть, он её даже не заметит, как отреагируют его друзья, как они ему позавидуют, как порадуются за него близкие. В общем, это важно. Вот и всё, что я могу сказать на первом свидании. И будьте внимательны для себя, то есть это чтобы понравиться мужчине, а для себя будьте просто внимательны, обращайте внимание на всё, что он говорит, как он говорит. Обратите внимание на качество. Вот придите после первого свидания домой, обратите на негативные качества, которые вы встретили в человеке. Может быть, он смотрит за соседний столик, обсирает других девчонок, обсирает других людей. Может быть, у него вы чувствуете во многом зависть какую-то, что вот там тот-то, тот-то. Обратите внимание, что завистливый человек может быть. Или, например, он наоборот, хорошо зарабатывает. Это значит, у человека ум хорошо работает, для того, чтобы зарабатывать. Например, он любит детей, посещает часто, может быть, своих племянников, маленьких братьев и сестёр. Там любит, например, свою маму, постоянно ей помогают где-то на даче. Это такие хорошие качества, которые нужны. Если он наливает вам чай, если он вовремя, значит, он внимательный. Если он беспокоится о том, голодная, вы не голодная, это значит, что он заботливый. Понимаете? То есть вы только-только для него знакомы, как бы только познакомились, и уже человек проявляет все эти вещи. Это говорит о многом. И придите домой, и выпишите для себя положительные, отрицательные какие-то качества, и сделайте вывод, хотите вы дальше общаться с этим человеком или нет. Ну что, мои хорошие, я надеюсь, что у вас будет много первых свиданий, а лучше, чтобы оно было одно и качественное. Я желаю вам прекрасных мужчин, внимательных, заботливых, умеющих зарабатывать деньги, содержать свою семью. И главное, любить вас, и носить на руках. Ведите себя хорошо, производите прекрасные первые впечатления. Если мое видео было вам полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Впереди много интересного, много полезных советов. А с вами была я, Селена Свей. Я с вами прощаюсь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok